Сегодня я вам наглядно покажу и расскажу, больше расскажу, конечно, чем покажу, потому что что-то показывать, вы сами это все видели, про то, почему исторический контекст порой недостижим для нашего сознания. То есть нам кажется, что тот или иной исторический период был очень плохой или очень хороший в зависимости от наших предпочтений. А на самом деле, как правило, было и то, и другое. И продемонстрирую я это на примере своих собственных воспоминаний. Дело в том, что в Советском Союзе, естественно, была жесточайшая цензура, и большинство зарубежных фильмов, ну и все остальное, музыки и так далее, не проникало за этот железный занавес. А то, что проникало, уже вызывало массу вопросов в неоперившемся сознании советского подростка. А вот когда в конце 80-х это все хлынуло к нам просто буйным потоком, причем вместе с шедеврами и выдающимися произведениями кимнатографа появились точно так же всякие второразрядные и третьоразрядные картины, возник некий коллапс в мозгу, потому что вот я лично совершенно точно помню, что были вещи, которые я не понимал. Ведь мы сейчас можем доставить мобильный телефон, нажать на кнопку, и к нам приедет все, по сути. И нам кажется, что это абсолютно нормальная тема, что так было всегда, и даже если нам это не кажется, мы уже настолько внедрились в этот контекст, что когда ты пытаешься объяснить, что в некий период жизни в нашей стране было все иначе, тебя начинают обменять в каких-то странных вещах, как будто там что-то врешь или так далее. Я расскажу про свои ощущения. Естественно, скорее всего, они будут неполными, скорее всего, вы что-то сами можете дополнить там в комментариях. Ради бога, я только буду рад и счастлив. Про что-то я мог просто тупо забыть. Но первое, что мне, как школьнику, бросалось в глаза, когда я смотрел американские кинокартины, это то, что старшеклассники приезжают в школу на собственном автомобиле. Вот это я вообще не понимал. Но, в принципе, автомобиль в Советском Союзе, это реально была большая роскошь. У меня под домом, под нашей пятиэтажкой, стояло всего 2-3 машины на весь этот дом. И, в принципе, города, которые строились, сейчас мы познаем эти проблемы, они не были рассчитаны на такой гигантский автотрафик. В Соединенных Штатах Америки все было пропорционально обратно. Мы этому еще посвятим небольшой отрезок моего спича. В общем, приезжает мальчик, ладно, мальчик, девочка. Девочка могла приехать в школу на собственном автомобиле. Это не значит, что все американские школьники ездили на собственных автомобилях. От них нет, конечно же. Но, тем не менее, это я не понимал. Особенно это было непонятно, когда ты смотрел фильмы каких-нибудь, не знаю, 60-х годов, или, прости господи, про период 50-х годов или той эпохи, когда мы знаем, что было у нас в стране, а там все вот эти набриолининые персонажи садятся на свои кадиллаки и куда-то катят. Это тоже было абсолютно непонятно. Дальше, ну это вообще вот про некое доверие друг к другу в той среде тоже не совсем понятная вещь, когда человек садится, например, в чужой автомобиль и ищет, понимаете, ключи и находят их вот здесь вот за зеркалом сверху. Ну то есть машина, мало того, что она не закрыта, так она еще, понимаете, вот человек, когда выходил, оставил там ключи. То же самое вот частные дома, да, то есть ключи там под ковриком лежат. Это тоже никак не влезало в ту очередную коробку. Естественно, опять-таки Америка разная. В Нью-Йорке на 10 замков люди могли закрывать свои квартиры, потому что городок такой был веселый, особенно в 80-х годах и в конце 70-х. Но вот тем не менее. Дальше, конечно же, паркинг, многоуровневый паркинг. Вы помните миллион раз все вот эти сцены, когда вот так вот зигзагом заезжает машина. Сейчас для нас это общее место. Сейчас как бы строятся отдельные паркинги, и там и подземные, и наземные, и какие угодно. В то время ты этого не понимал. Точно так же, как ты не понимал эти гигантские развязки. Вот особенно панорамный этот вид. Вот едет машина, и вот вот этот серпантин. Что это такое? Потому что у нас, конечно, развязки были, но это, я не знаю, там максимум какие-нибудь виадуки, допустим. То есть это была новость. Автомойки. Автомойки это было что-то странное. Особенно вот те автомойки, где машина въезжала, и ее там со всех сторон начинали полировать, мыть и так далее. А сам водитель при этом остается в машине. В Советском Союзе автомойка была дачно-дворовая. То есть это ты берешь ведро, при том условии, если у тебя есть машина, конечно же. У меня машины не было, но я наблюдал эти автомойки, например, на даче, когда сосед брал ведро и мыл свою машину. Сейчас, кстати, за это штраф. А тогда это было абсолютно нормально. Дальше автозаправки. Ну, во-первых, приезжает человек на автомобиле, он выходит, что он делает? Там подбегает какой-нибудь мальчик или какой-нибудь работничек, и тот ему оставляет машину и говорит, что надо сделать. Там заправить или там протри стекла, посмотреть, что у меня там с маслом, шины подкачая. Это было абсолютно тоже не подвластно моему пониманию. Точно так же, как магазин на заправке. Я буквально недавно пересмотрел фильм «Бумер», и вот там прям классика жанра, вот эта вот советская заправка. Заправка, она заправка. Там не продаются тебе никакие ни кока-колы, и уж тем более никакого кафе в то время не было и быть не могло. Далее это... Ну, кстати, у нас эту тему пытались сделать, но, видать, в силу климатических условий это все-таки не прижилось. Кинотеатры под открытым небом, куда ты приезжаешь на тачке со своей подругой и, обнявшись, смотришь кино. Это тоже была какая-то новость с Марса. Наконец, когда тебе... Курьер что-то привозит на автомобили. Сейчас, ну, просто особенно в пандемию, это общее место. В то время, когда тебе чего-то там доставляют, или вот эти вот вагончики там с мороженым, или еще чего-то, которое передвигается по городу, откуда вот эта дебильная музыка звучит, и так далее. Ну, это вот на автомобильную тему. Если ее закрыть, ну, в моем случае, точно так же вот такси постоянно не выходили, ловили такси и постоянно такси разъезжали. Вообще, в Советском Союзе, в принципе, я помню даже в этот момент в фильме «Чародии», когда он загадал желание, и ему приехало такси за собственный счет. Но, тем не менее, оно приехало. То есть, вызвать такси, это был порой довольно такой серьезный квест. Или уж тем более поймать на улице. Что дальше, я совершенно не понимал, так это то, что большинство американских семей живет в собственных домах. Ну, там, не знаю, начинаю, классика жанра, «Кошмар на улице Вязов» и вообще все эти кинокартины. Ну, то есть, собственный дом в Советском Союзе, опять-таки, я говорю про небольшинство случаев, это либо сельская местность, где-нибудь деревенская, либо дача. Причем, не знаю, в 95 случаях из Тайса, мне говорили вот про это, про Комарова и так далее, где действительно тогда уже были дома с коммуникациями, со всеми коммуникации в доме не было. Сортир на улице и так далее. А там абсолютно нормальный дом, и у детей свои собственные комнаты, куда родители входят иногда, постучавшись. Вот это для меня, человека, который, так сказать, жил, ну, почти в Хруще, да, и где семья из четырех человек жила в однокомнатной квартире, это была тоже абсолютно какая-то запредельная новость. Точно так же, как была для меня запредельная новость, это вот они в школе заходят в раздевалку, там у них ящички свои собственные, и после этого они, знаете, что делают? Они идут в душ. Какой в баню душ в советской школе? Алло, Тамара, никакого душа не было. Естественно, души были там в бассейнах, еще где-то, ну, в спортивных комплексах они, конечно, существовали, но вот в среднем по больнице в советских школах никаких души не было. В пионерских лагерях душ был строго там раз в неделю, я об этом говорил, и так далее. Ну, и вообще, я касался этой темы, советские люди, как правило, вообще мылись раз в неделю, и, прикиньте, этого хватало. Я вот до сих пор поражаюсь этому феномену, особенно сейчас, когда народ там некоторые моются по два раза в день, ну, мне кажется, это уже, мягко говоря, перебор. Отсюда, если продолжать тему собственными давами, вот эти вот вечеринки, которые подростки устраивали, отсюда вот эта фраза-то, да, MC Пупкин in the house, то есть приходят какие-то люди, все там дым-каромыслом тролливали. Это было, конечно, для тебя, для советского подростка, крайне круто. Ты там сидел, кусал локти, особенно осознавая тот факт, что это происходит в отдельном замкнутом пространстве, то есть в частном доме. Ну и продолжая тему доставки, вот доставка пиццы, ну, начать надо с того, что ты не понимал, что такое пицца, потому что пиццы не было, да, а во-вторых, ты не понимал, как ее вообще могут тебе привезти, то есть вот тебе привозят эту пиццу, точно так же, как ты не понимал, что они вот жрут эту китайскую еду. Я вообще не понимал, что это такое, что это за коробочки, почему они это делают палочками, и почему, соответственно, эти коробочки могут опять-таки оказываться в квартире, а потом куда-то волшебным образом исчезать. То, что сейчас является абсолютно привычным для нас, я имею в виду торгово-развлекательные комплексы или торгово-развлекательные центры, ТРК, ТРЦ, на тот момент, ну, я помню, был такой у нас универсам, на академическом, да, универсальный магазин, он отличался тем, что там, в отличие от продуктового магазина, где ты идешь и сначала там что-то делаешь, потом ты идешь в кассу, выбиваешь чек в такой-то отдел, потом ты идешь, забираешь покупки в универсаме, ты это все оплачивал на кассе, то есть стандартная схема для всех этих сейчас, океев, метро, лент и так далее. Ну, были универмаги, универсальные тоже магазины, но вот этих вот торгово-развлекательных комплексов у нас в Советском Союзе не существовало, там с кинотеатрами, вот эти многоэтажные и так далее. И когда ты видел, как там вот подростки, собственно, шарятся или вот этот вот предновогодний шопинг, ты тоже не совсем вкуривал, о чем идет речь. Ну и когда там вдруг возникала такая игра, как боулинг, крайне популярная как раз-таки в начале 90-х все там ломанулись играть в боулинг. Сейчас, кстати, эта страсть прошла, да. Но вот я помню, что был период, когда все этим болели. Потому что до этого все насмотрелись этого боулинга, опять-таки, в американском кино. Ну и, естественно, когда там народ заходил в магазины и видел такие просто стеллажи продуктов, причем там, я не знаю, миллион видов тебе всего чего угодно, от пива до хлопьев. Кстати, что такое хлопь, я тоже не понимал, потому что мы все ели кашей, и никто там никаких хлопья, никаким молоком не заливал. Кстати, до сих пор так не делаю. Я жиру гречку в основном, и как бы этот продукт, который как в результатах не пользуется никаким спросом и популярностью. И в Европе то же самое. То есть, ты тоже не понимал, что это такое. То есть, как такое может быть, когда они заходят, и у вас вот такое вот варайти, да, разнообразие всего. Наконец, ты закупился в магазинах, выходишь с бумажными, с бумажными пакетами, ты их так несешь, к своей собственной тачке ты подходишь, грузишь это все в машину и уезжаешь. Потом ты, конечно, когда я побывал в США, я понял, что действительно там без машины, ну, крайне тяжело, потому что, когда ты живешь в собственных домах, там, в низкоэтажной вот это Америка, там автобус может ходить, дай бог, раз в час. Поэтому все предпочитают транспорт. Но про пакеты. Дело в том, что в Советском Союзе, кстати, вот сейчас бы всякие эти эко-активисты это бы оценили, полиэтиленовые пакеты стирали. Стирали и сушили их вот так вот вот на веревочке с прищепочками, а какой-нибудь такой модный фирменный полиэтиленовый пакет, это был лучший ранец в школу. То есть ты клал туда свои учебники с тетрадками, оборачивал и нес подмышечкой. Или специально размахиваешь на этом пакете, там на красном фоне какие-нибудь синие джинсы изображены, какая-нибудь надпись на английском. Это было крайне стильно, модно, молодежно. И когда ты видишь, как они этими пакетами обращаются у тебя, сердце прям сжималось, ты этого не понимал абсолютно. Американский футбол. Отдельная тема. Скажу честно, я до сих пор его не понимаю. Как не понимал тогда, все-таки, мне кажется, регби куда более увлекательная игра. Но здесь дело даже не в американском футболе, сколько вот в этих прекрасных девушках, которые... А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, черни дальше вот эти. Ты тоже не вкурил, что это вообще такое, что они там делают, как бы как это происходит, почему они в школе это репетируют, да, и почему они такие красавицы-раскрасавицы, потому что когда их рассмотришь по отдельности, почему-то они такими красавицами не являлись. Но вот когда они все вместе, это производило, конечно, фееричное ощущение, но суть этого явления ты абсолютно не понимал. Опять-таки сейчас это абсолютно распространенное явление, общее место. Наконец, вот эти бары все, да, вот по дороге, вот они вот на машине заходят, там какой-нибудь бар сидят, такие, знаете, хмурые мужики такие бородатые на тебя так смотрят. Но на самом деле то, что в барах играет музыка, то, что там вот эти вот какие-то машины куда-то кидаешься, монетку и там пластиночка что-то играет, ты не вкуривал. Ну и, наконец, подводя черту под этим, чего я вообще отказался понимать, это то, что когда они где-то поели, они деньги могут оставить под солоночкой на столе и уйти. Я не понимал две вещи. Во-первых, как это в принципе возможно? Их же могут украсть. Ну это же очевидно. А во-вторых, ну а сдача? И тут мы переходим вот к кормообразующему элементу вообще Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что чаевые, это является обязательным элементом в этой культуре. Чаевые дают там всем. У меня этому был посвящен выпуск, когда мы разговаривали с моей коллегой Гидесой. И многие писали, что типа, вообще я должен давать чаевые. Вообще никто ничего не должен, абсолютно. Я тут запишу, наверное, отдельный выпуск, как я вот решил жить в хорошем тоне, да, и с какого-то момента я стараюсь давать чаевые всем, где только возможно. Вот в Штатах это абсолютная норма. Отсюда все вот эти сцены, когда там какой-нибудь чувак подъезжает в гостиницу. Но это понятная история уже не про всех, про все это хай-сосайти, которые Броски называл сосайти. И человек выходит из машины, отдает ключи какому-то мальчику в феске, этому, знаете, служащему гостиницы, говорит, отгони ее, и дает ему еще бабки сверху. Вот это тоже ты как бы не понимал за эти два момента, что он так легко вообще доверяет свою машину чужому человеку, потому что в Советском Союзе машина это была священная корова абсолютно. и то, что ему еще сверху дает бабки. Ну вот это такой краткий перечень того, что сейчас для нас, еще раз повторюсь, является общим местом, а тогда это было абсолютно новое. И это показывает, насколько мы, конечно, на тот момент разнились в менталитете, в каких-то наших потребительских предпочтениях. Ну и, собственно, хотел бы я тут еще одну фразу сказать, но не буду, потому что все так болезненно реагируют на эти темы. В общем, если я чего-то не указал, если вы чего-то еще припомнили, и вот если вы свои ощущения как-то можете донести в комментариях, то, пожалуйста, пишите. Я со своей стороны хочу напомнить, что у меня, естественно, как по традиции, продается бумажная литература различного качества, как билетеристическая, путеводитель Невский с перцем, так и художественная, остро-социальный роман «Корень», который я подписываю, кстати, когда высылаю бесплатно. Ну и сейчас, конечно, такая странная погода, но раз в неделю мы таки пока в Петербурге гуляем, там по субботам или воскресеньям, смотрите за анонсами. Я их вывешиваю буквально там за неделю, за полторы максимума, потому что смотрю по погоде. На этом все. С вами был я, мальчик Павлик. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока.